Вы знаете, что нельзя есть после 18 часов или после 6 часов вечера? Если да, то скорее всего, что вы имеете избыточный вес. И таким образом вам пытаются помочь его сбросить. Я вас уверяю, активно у вас все это не получится по той простой причине. Что когда вы до 18 часов покушали, а спать ложитесь часов 10-11 вечера, у вас проходит примерно 5-6 часов активности. И за это время ужин уже давно переварился, и вы опять хотите кушать. У вас возникает психологическая проблема. Причем точно такая же возникает в вашем организме. Потому что он не понимает, почему его лишили еды. И он начинает тормозить вам обмен веществ. Вы вроде как не кушаете поздно, а вес активно не сбрасываете. По той простой причине, что ваш организм начинает экономно относиться к тем продуктам, которые он получает. Вы же понимаете, что 18, 19, 20, 21, 22, 23 часа. То есть, ну считайте, 5 часов, за 5 часов до сна, вы покушали. Все. Ища переварилась. Практически вся. На чем вы будете спать? На чем вы будете восстанавливаться ночью? Не на чем. У вас аппетит берет здесь за горло. Вы его давите, пытаетесь уснуть. На чем вы будете восстанавливаться ночью? Ситуация неисполнимая. Таким путем не стоит сбрасывать вес. Еще по одной причине. Потому что еда это физиологический раздражитель для желчного пузыря. И на еду идет сброс желчи. Если желчь идет в кишечник, значит, печень может опять фильтровать вашу кровь. Как она будет вам фильтровать кровь? Если вы ситуационно создали вот такой громадный застой желчи. То есть, 5 часов до сна, плюс еще там 7-8, а женщинам 10 часов сна. Вы считаете, полдня у вас застой желчи. С чего это приведет? Ну, дискинезия желчного превращается. В желчном пузыре появляются застойные явления. Появляется там песочек, хлопья, потом камни. Появляется желчекаменная болезнь, такая рукотворная. Поэтому, вы знаете, не есть после 18 часов не нужно. Вы должны правильное питание своему организму создать. Вопрос, что съесть после 18 часов? Ну, свой ответ я дам, но чуть-чуть позже. А сейчас я процитирую, в принципе, что рекомендуют некоторые диетологи. Они говорят, можно есть после 18 часов. Я с ним полностью согласен. Можно и нужно. Но, если вы там за 1,5-2 часа до сна введете в свою пищеварительную систему какую-то рыбу, птицу, блюдо из них, что у вас получится? Да, они зашли, это вроде как легкие продукты для переваривания. Но на переваривание которых нужно примерно 5-6 часов. Что происходит, если вы через часа-два вели спать? У вас тормозится активная сердечно-суистая система. Она не обеспечивает пищеварительную систему нужным количеством крови. И пищеварение у вас идет очень вяло, неинтенсивно. Что происходит, если эта пища полноценно не может перевариться? Вы можете догадаться со мной по предкисанию. Со стороны кишечника, это вздутие, урчание, нерегулярный стул, которые отражают одно. Вы в кишечнике накормили патогенную микрофлору, которая именно и вызывает вздутие. Пища не просто так, газы появляются. Газы это тоже продукт жизнедеятельности микрофлоры кишечника. Вопрос в том, если вы свою пищеварительную систему хорошо активировали, она хорошо работает. Не вопрос, газы образуются, всегда образуются, но очень малое количество. Если же вы поели или или спать, газы будут образовываться в большем количестве. У вас обостряется диск бактериоз кишечника. Ну и в принципе, если в продуктах питания когда-то к вам заглянули паразиты, и паразиты тоже великолепно размножаются на этой пище. Кстати, они могут поднять человека ночью, в часу до трех ночи. Обычно, когда есть паразиты, в это время человек просыпается и пытается что-то там поесть. Тоже есть проблемы. Поэтому не стоит такой пищи более-менее легкой, но все-таки не перед сном, нагружать свою пищеварительную систему. Потому что то, что происходит в кишечнике, я вам описал. Но, когда продукты пищеварения попадают в кровь, увеличивается объем и вязкость крови. И что получается? У вас может быть с утра повышение артериального давления. Вот такая густая кровь приводит к тому, что в сочетании с процессом гниения раздражается мозг, у вас появляются гастрономические сны. У вас ночью повышается кардиологический риск. Потому как объем и вязкость крови это нагрузка на сердце и на сосуды. Самая густая кровь с часу до трех ночи. Это самое опасное время для сердечно-сосудистой системы, если она была не самой сильной. Особенно, если вы храпите. Храп с одной стороны отражает биологический возраст вашего мозга, который не получает нужное количество крови и не может активно работать. С другой стороны, храп, когда вы открываете рот и храпите, у вас испарение воды идет, увеличивается вязкость крови еще дополнительно. Я уже не говорю про то, что у храпунов периодически останавливается то дыхание, то кровообращение. Фактически храпун идет, знаете, по такой грани. И очень важно понимать, что храп это опасное для жизни состояние, которое нельзя отпускать на самотек, а нужно в свое время наличить. Но не собственно храп, не с храпом нужно бороться, а с теми проблемами, которые к храпу привели. Улучшить работу сердца, улучшить состояние сосудов, улучшить состояние крови, улучшить работу пищеварительной системы, обеспечить ее полноценным, полноценным не только питанием, но и обеспечить полноценное переварение этой пищи. Тогда все хорошо. Так как ночью вы обычно воду не пьете, у вас возникает еще одна проблема. Ялковые токсины концентрируются в органе выделения под названием почки. Вначале там появляется песочек в лоханках почек и легкие цисты пиелит. В периодически, когда песочек выходит из вашего организма, где-то вы приняли мочевую нагрузку, там компот выпили, пиво выпили, у вас возникает другая проблема, обостряется цистит, простатит, уретрит. Автоматически из-за вот такой ситуации развивается пиелонефрит, а это причина номер один по развитию хронической почечной недостаточности. То есть ситуация, мягко выражаясь, не из приятных. Если не только почки вот таким вот образом реагируют на выделение токсинов, если они еще остались в крови, они естественно разносятся, даже во время сна разносятся по вашему организму. Если они попадают к волосам, они токсично действуют на луковицу волоса, волос раньше выпадает. И живет не 3-5 лет, как это им положено. А несколько месяцев. В итоге появляется облысение. Неважно, в каком месте начали выпадать волосы, они просто показывают токсичность вашей крови. Но не от препаратов, а просто от еды. Потому что едать тоже достаточно токсичная нагрузка на организм, если вы не обеспечили ее правильное введение, правильное переваривание. И своевременное удаление того, что образовалось в этом процессе. Поэтому тут нужно просто это понимать. Если вот эти белковые токсины накапливаются где-то, да, есть дублер, выделительная система почки, подстрахована, и их дублер это потовые железы. Изменяется качество и количество пота. Вы начинаете реагировать на пота, вам нужно отрегулировать систему питания. И систему выделения, то есть почки. Если токсины пытаются выделиться еще через одного дублера почек, развивается мастопатия. И вы все прекрасно знаете, вам гинекологи рассказывают, любимые женщины, да, если у вас есть мастопатия, найдите мужчину, забеременеете, родите, покормите врудию, избавитесь от мастопатии. То есть вы промоете молочную железу. Вопрос, кому отдадите вы свои белковые токсины? Любимому ребенку? Или лучше все-таки начать плясать от печки? Наладить себе правильное питание и очищение своей крови через печень, через почки и через потовые железы. Я не просто так назвал печень, потому что печень очень хорошо реагирует на систему питания, правильную, великолепно очищает кровь, разрушая те самые почки от белковых токсинов. Поэтому и подагра лечится легко и просто. Не усилением работы почек, а прежде всего улучшением работы пищеварительной системы и пищи. Поэтому тут вы просто должны понимать, что вот эти все вещи это неизменное следствие того питания, которое вы имеете. Если токсины проходят, гемототостикулярные барьеры, один из них у мужчин, есть, он защищает простату. Развивается хронический простатит без половых инфекций. Если барьер проходит между кровью и щитовидной железой, появляется узловой токсический зоб или аутоиммунный тереоидит. Об этом великолепно знают женщины, потому что у них слабая пища. Вы знаете, несущественно какая проблема покажет вам то, что вы питаетесь. Неправильно. Существенно в другом. Когда вы начнете что-то делать целенаправленно, для того, чтобы избавиться от этих проблем. Потому что, ну, белковые токсины, да, они когда идет мнение, вы плохо спите, вы снижает, у вас снижается работоспособность, появляется усталость, исчезает аппетит с утра. Да, конечно, вы можете применить вот тот европейский завтрак, который распространен в большинстве стран Европы. Можете. Да. Какая-то булочка и чашечка кофе. Считается полноценным завтраком. Вы знаете, этот завтрак полноценен, когда вокруг жарко. Вот там может быть он. Но вы после этого завтрака где-то через час должны правильно покушать. Потому что иначе этот завтрак способствует набору веса и развитию все того же ожирения. И очень активно ускоряет развитие сахарного диабета. Знаете, в Европе распространен еще один завтрак. И он более правильный для тех стран, где в принципе большую часть года не тепло, а наоборот прохладно и не слежу, что холодно. И вы его прекрасно знаете. Называется по-другому. Называется шведский стол. И шведский стол это не только булочка и чашка кофе. Там есть правильная пища. Там есть и мясо, и рыба, и пицца. То, с чего нужно в принципе начинать день. Чтобы активно разогреть свою пищеварительную систему и обеспечить весь организм и белками, и жирами, и углеводами, и витаминами, и микроэлементами. Зачем вас обеспечит булочка с кофе? Да, в булочке есть полно углеводов. Там могут быть жиры. Все. Вы думаете, что булочка и кофе это полноценное питание по всем вот этим позициям, которые только что обозначил? Нет. Там кроме углеводов практически ничего нет. Но вы знаете, вот тема почему нельзя есть после 18 в Европе, кстати, не приветствуется. Я был в одном французском ресторане, в 5 вечера зашел, попытался заказать что-то тяжелое. Знаете, что мне ответили? Скажите, посмотрите на часы. До 19 часов мы по закону не имеем права вам дать ничего более тяжелого. И что? Они ведут нейтральный образ жизни? Знаете, не совсем я согласен с тем, что вообще ничего нельзя есть после 18. А что можно? Пища, которая попадает в это время, должна удовлетворять нескольким требованиям. Конечно, она должна быть легкой, она должна легко перевариваться. Но для того, чтобы вы не набирали вес с утра, она, конечно же, должна все-таки содержать какие-то белки. И лет 100-150 назад, когда еще у нас 60, считайте, 40-х годов, 70 лет у нас эра антибиотиков, вот до этого завтрак правильный, вернее, не завтрак, а ужин, извиняюсь, после 18 часов был правильным правильный правильный срокармалка. Он и легко переваривался, и в принципе обладал мягким снотворным эффектом, то есть сон был хороший и богатыри в то время были частым явлением, а не эпизодом. Поэтому вот этот ужин, на мой взгляд, более правильный. Но учитывая сегодня распространен с антибиотиком и как следствие дисбактериоз в кишечнике у каждого, ну, я бы сказал первого, но статистически говорит у каждого второго, то лучше использовать не свежее молоко, а просто квашу, кефир, йогурт. Жирность обязательно должна быть, но небольшой. А будет это жир молочный или вы в обезжиренный продукт положите чайную ложку какого-то растительного жира, не вопрос. Проблема нет. Главное, чтобы вы это делали правильно. Если вы вспомните то недалекое прошлое, которое у нас было еще лет 30 назад в Советском Союзе, то для того, чтобы вы не болели, вас регулярно отправляли в санаторий, профилакторий, дома отдыха. Если вы вспомните, каким был ужин, вы меня сразу поймете и поймете, кто из нас прав. Ужин обычно был до 18 часов, часов в 5. На ужин обычно было это какая-то рыба была, может быть, какие-то котлеты, какой-то гарнир был. вы знаете, вот как-то в эту правильное в принципе питание как-то очень не вписывался стакан кефира и булочка. А не вписывался по одной простой причине. У нас была классная диетология. И для того, чтобы ужин сделать скажем так правильным, его составляли практически из двух как бы несопоставимых частей. вы вначале съедали, сложно было взять с собой тарелку с какой-то мясом, с какой-то рыбой и говорили, вы их съедали вот тут с пяти до шести съедали, правильно? А с собой брали вот ту самую булочку и вот тот самый кефир. И съедали это где-то там перед сном. И скажите мне, что вот такое питание вечером плохо отражалось на вашем здоровье. А вы знаете, не поверю. Потому что большинство людей после трех-четырех недель нахождения в таких условиях и питания таким образом чувствовали себя здоровее и потом пахали целый год интенсивно и эффективно. Поэтому я вам советую еще какое-то углеводное дополнение. А вы можете кефир, творог, йогурт, простоквашу набросать сухофруктов. Они там разбухнут и будут прекрасно усвоены. Вы можете съесть какую-то булочку, если у вас нет сахарного диабета. Или порцию каких-то яблок, пожалуйста. Низкокалорийный, там очень мало сахара. Но тем не менее они великолепно будут гармонировать с таким кисломолочным основным приемом пищи. Поэтому если вы хотите не есть после 18-ти, да, не ешьте после 18-ти часов ту белковую пищу, которая долго усваивается, долго переваривается. А это любое мясо, любая рыба, птица, это яйца, ну скажем растительные концентраты белка в виде бобовых, орехов, семян. там много белка. Но этот белок требует больше времени на переваривание, чем у вас есть вечером. Если вы будете так питаться регулярно, я вас уверяю, если вы будете применять правильное питание после 18-ти часов, уровень здоровья будет повышаться сам по себе. А те болезни, которые у вас есть, они будут каким-то образом волшебным, каким-то образом сами по себе скомпенсируются. Вроде как без какой-то причины. А причина есть, просто вы наладили себе правильное питание. На таком ужине у вас с утра появится здоровый аппетит. Вы легко сможете исполнить то наставление наших предков, которые нам говорили, что завтрак все-таки нужно съедать самому, обедом делиться с друзьями, а ужин отдавать врагам. И тогда ваше здоровье будет крепким. а работоспособность высокая. Надеюсь, есть у вас такая цель. Или вы хотите коллекционировать диагнозы, вам нравится рассказывать о том, когда у вас что болело, где у вас что появилось, куда что-то исчезло. Я думаю, что желание и стремление быть здоровым, оно свойственно человеку. как и стремление более интенсивно работать и эффективно работать. И подольше пожить. Потому что окончание жизни должно быть не на больничной койке, на мультике, а с хорошим уровнем здоровья в путешествии. Может быть отдыхе на природе. Ведь это же классно. Поэтому если вам такое видео было интересно, не забудьте поставить отмечить это, что оно вам понравилось. Можете отправить по соцсетям своим друзьям, знакомым, не вопрос. Если вы еще не подписчик моего канала, кнопка подписки с этой стороны, нажали, и вы подписчик канала, и вы видите, легко найдете другие видео, потому что у меня более 400 видео по тем проблемам, которые чаще встречаются у человека. Может быть часть есть у вас. Вы сможете посмотреть не просто вот такое видео о правильном ужине, ну и другие видео, которые касаются тех тем, которые вам интересны. А я это видео буду заканчивать и закончу словами. Крепкого вам здоровья и разумного отношения. Спасибо.